Всем приветики, родные мои! Я знаю, что у меня видосик выйдет не 2 августа, а чуть попозже, но всё же, с днём ВДВ вас! Я жду от сегодняшней смены море веселья, позитивчика, ну и, конечно же, каких-то нестандартных ситуаций. Заработать планирую около трёх тысяч, потому что праздник, мужчины отдыхают, и я думаю, чаюшка должна быть хорошая. Время сейчас 11 вечера, я планирую поработать где-то до 5, наверное, утра, ну вот максимум, да, где-то часов 6, короче, я хочу побыть на линии, потому что больше, мне кажется, не смогу. Кто знает, вчера были на свадьбе вот у друзей, в Инстаграм всё снимала, показывала, было очень круто, очень весело, поэтому больше 6 часов сегодня будет работать тяжело. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой Инстаграм, там много всего интересного. И не забывайте ставить лайки, если вам нравятся такие видосики, ребята. А ещё, кстати, поступило очень много вопросов, как я работаю по Яндексу. Ребят, отвечу всем и сразу. Я зарегистрировалась как самозанятая, но часто бывают такие моменты, когда деньги мне нужны сразу, и у меня нет возможности там ждать день-два. Соответственно, я иногда работаю через парк Unreal, где могу сразу же выводить заработанные деньги. Ребят, это не реклама, это моя личная рекомендация, потому что это парк моих друзей, которые уже давно находятся в этой сфере и сами, кстати, таксуют. Мне не жалко им поделиться с вами. Кому интересно, вся информация, сами знаете, где. А вот и первый заказик прилетел. Заказ от меня. Потрясающе, потрясающе. Обожаю приезжать вот в такие вот места стрёмные, где, знаете, даже в закрытой машине страшно. Здравствуйте. Все, всего хорошего вам. До свидания. До свидания. 566 рублей стоила поездочка. Проехали мы 28 километров за 28 минут. Здравствуйте. Лёля, ты что, блог снимаешь? Да. Снимаю, снимаю. Офигеть. Вот это, блин, нормально заебка. Вот это вы попали, да? Вообще, блин. Ты просто себе не представляешь, я что, в блог попал? Да. Серьезно? Да. Лёля, блин, ты вообще красава. Я такой смотрю, блин, в этом, в Яндексе, блин, смотрю фотографию, блин. Блин, вот, ну, недавно смотрел, блин. Офигеть. Думаю, сейчас, ну, подъедет, я убежду всего этого. Ты, если что, обращайся, хочешь, я тебе номер оставлю, я так же... Холостой? Постараться, да, конечно. Вот, девушки, обратите внимание, какой замечательный молодой человек, холостой спортсмен. Ссылочку оставлю на инстаграм, да, молодого человека, так что свободные дамы тоже пишите, пожалуйста. Покажи у себя во влоге, что есть такие, ну, ребята, которые могут, ну, за Лёлю реальным встать и надрать зад любому парню. Да. За Лёльку. Что-то на думке, что я мало народу-то. Потому что в воскресенье, в воскресенье, в понедельник. Да, 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 обычно здесь прямо просто дохрена народу. Давай, хорошо тебя потусти, рада была встречи. Всё, ребят. 590 рублей стоил заказик, а мне перевели 650 рублей. Спасибо тебе огромное. Всё, ребят, мне ещё заказ, на самом деле, прилетел. У меня там, наверное, пассажиры заждались. Обожаю своих зрителей, это просто нереально весёлые ребята. Поездка была максимально классная, у меня даже настроение поднялось. А то я что-то, на самом деле, так расстроилась, что пассажиры все какие-то спокойные, ничего интересного не происходит. И тут подписчик просто, ух. Ребят, помните, я вам рассказывала про компанию Азур Драйв. И там многие водители, по моей рекомендации, взяли себе машину для работы в такси. А те, кто что-то пропустил, я вам сейчас вкратце расскажу, как начать работать в такси, если у вас нет своего автомобиля. Компания Азур Драйв предоставляет автомобиль в лизинг. У них можно взять новый автомобиль, начиная всего с 1000 рублей в сутки. Для таксистов это гораздо выгоднее, чем брать автомобиль в аренду в очередном таксопарке. Потому что вы можете работать на лизинговом автомобиле и платить за это гораздо меньше. Азур Драйв сам готовит автомобиль для вас. Страховка, лицензия, маячок, постановка на учёт, регистрация в агрегаторе. Всё это ребята делают за вас. В стартовый пакет уже включено всё необходимое. Ну а самое приятное, то что после окончания договора автомобиль ваш. Без выкупной суммы и прочих дополнительных выплат. На выбор уже есть много разных автомобилей. Начиная от Volkswagen Polo и вплоть до Mercedes или Maybach. А если не найдёте какой-то модели на сайте, то просто оставьте заявку на нужную. Нет никаких скрытых комиссий и всяких скрыто подключённых услуг. Вы сами выбираете, какие услуги подключить. А для моих подписчиков Азур Драйв подготовили подарок. Скажите менеджеру «Лёля такси» и получите скидку до 50 тысяч рублей. Услуга подходит физлицам и компаниям. Обязательно наличие российского паспорта. Ссылочка в описании. Это полный пи***, конечно. А не дорога, честно. Я надеюсь, что с машиной всё в порядке. Ну так вроде бы нормально всё. Там просто гигантская яма. Что за дороги говняные в Питере, вообще я не понимаю. Почему так сложно следить за дорогами? Если бы у меня сейчас стояли 17-е диски, как я и планировала, то я с ними просто бы сейчас попрощалась. Что это за говно вообще такое на дороге? Видели? Я даже честно, я не сдержалась. Потому что я просто охренела. У меня машина провалилась под асфальт. Просто провалилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думала, где-то там на тротуаре встанете, к вам подойти, чтобы удобнее было. Ну, сори, вы сюда заехали. А там у нас просто указано, третий подъезд. А, ну, да. Ну, мне как бы невлом пройти. Тут просто узко-узко очень прям вообще. Я понимаю, поэтому я бы и не приехал бы на вашу месте. Вперед так ехать, типа это окей, а типа назад, ну не очень прикольно. Да, я понимаю. Значит, что такое, стоит 15 минут, девушка приняла заказ. Девушек давно не было. А то принимает заказ. Ладно, подожду. 15 минут? Да. Обычно я когда вижу 15-12 минут, я такой, все, давай, до свидания, следующий. Привет. Как дела? Отлично, у тебя как? Ну так, встреча, блин. У тебя хорошая смена? Да. Зеленый. Все, плюс подписка, ладно. Спасибо большое. Как дела? Отлично, а у тебя как? Как смена? Смена супер. А у тебя? Много заказов? Нет. Немного? У тебя там подсветка, что ли, да? Блин, еще пассажир такой угарный у него сзади. Блин, почему мне такие пассажиры не понравятся в последнее время? А что у него там? Ну какой-то угарный чувак, я такой, там открыл окно, здесь открыл, такой вообще просто трешак. Ну все, здесь фоточку надо в конце. И отметить обязательно. Так, единственное, сейчас придется в отбор заехать, потому что у меня наличика. А ты домой пойдешь, типа, за деньгать? Я тебе телефон оставлю. О-о-о-о. Сейчас, вон мои окошки на первом этаже. Окей. Так, я не понял. Не открылось? Нет. А ты телефон не оставил? Телефон, обязательно. Ну давай, все. Целых 160 рублей, как так-то, а? А что ты думал? 162 или сколько там вообще? 165. Молодой человек пошел за денежкой и оставил мне мобильный телефончик с какими-то картами. Кирилл, Кирилл его зовут. Молодец, как всегда. И заказ, кстати, прикиньте, мне сейчас прилетел домой, в сторону дома. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас маршрут строится по ЗСД, едем по ЗСД? Да, да, да. Угу. Впереди платная дорога. 150 рублей получается. Почему? Ну, 150 рублей проезд стоил сейчас по платной дороге. А, в смысле, сейчас по ЗСД? У вас маршрут изначально устроился по ЗСД. И вы сами сказали, что поедем по ЗСД, и поэтому я поехала по ЗСД. Так гораздо быстрее получается, два раза. Почему мы не могли поехать по бесплатной дороге? Ну, потому что вы сказали, что вы согласны поехать по платной дороге. Так быстрее в два раза. И стоимость изначально рассчитывается по платной дороге. Потому что Яндекс рассчитывает короткий маршрут. И это как раз ЗСД. Давайте сейчас заходим на какой-то, может, не я, такси. И без балла, не без балла. Хорошо. Короче, тут какая-то платная дорога. Говорят, 150 рублей нужно оплатить. Что мне делать? Да, сейчас девушка, вы говорите, надо. Алло. Алло. Да, здравствуйте еще раз. Что еще раз? Что, что, что за 150 рублей? Ну, по платной дороге мы сейчас ехали по ЗСД, стоимость которой была 150 рублей. Ну, во-первых, маршрут рассчитывается изначально по самому короткому пути, это ЗСД. И, во-вторых, я у девушки спросила, мы едем по платной дороге. Она сказала, да, едем по платной дороге. Ну, я у нее спросила, мы едем по ЗСД. Она сказала, да, да, поехали. Ну, то, что вы ее спросили, это, что зачем вы, в принципе, поехали по платной дороге? Тут ехать, на самом деле, минимум 20 по бесплатной дороге. Нет, там сейчас гораздо дольше ехать по бесплатной дороге. И стоимость поездки была бы раза в полтора дороже, чем сейчас по ЗСД. Потому что маршрут короче и по времени быстрее получается. Когда не думаю. Что еще раз? Берегатый, я не знаю. Ну, все, давай, да, все, хорошо, давай. Давайте тогда запрещать поездку. Ну, давайте, хорошо. Сейчас мы спустимся, когда ЗСД, я вас наказала, когда просу. Просто вы сами поймите, что ехать через весь город за 150 рублей – это полный бурет. Ну, у вас заказ сколько? 350 стоит? Ну, 348. Плюс 150 рублей я сейчас заплатила за вас на ЗСД. Смысл у тебя вообще такой поездки? Прямо здесь получать я вас в ССД. Да, да, давайте. Всего хорошего вам, до свидания. Охрененно просто, вообще бесплатно прокатилась. Я поступила, на самом деле, нормально. Они пошли на принцип, и я пошла на принцип. Мне ее мужик сказал, останавливайте, завершайте поездку, пожалуйста. Я взяла и завершила на КАДе. То есть, это не потому, что я так захотела, ребят. Потому что я уже устала от людей, которые просто не понимают, что поездка считается по самому короткому маршруту. И, чтобы вы понимали, по городу на 9 километров больше и на 20 минут дольше было ехать. Естественно, как бы я выбрала КАД. И я спросила у девушки, мы едем по ЗСД. Я говорю, мы едем по ЗСД? Да, да, поехали. Но меня больше всего, ребят, честно поразило то, что ее муж сказал, завершайте поездку. И пофигу, что на КАДе. То есть, спокойно взял и высадил свою жену на КАДе. Ну, это смешно, просто смешно. Люди не понимают, что платная дорога не входит в стоимость поездки. Понимаете? Они этого не понимают. И возникают такие конфликты. Вот как бы вы, ребят, поступили в этой ситуации? Вы бы заплатили 150 рублей за поездку и приехали домой бы на 20 минут раньше, да? Либо же остались стоять на КАДе, ждать, пока доедет до вас следующее такси. И вообще, доесть ли оно? То есть, тоже странно вообще. Ну, как бы вы поступили? Давай напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что, родные мои, время уже 5 утра. И если честно, по моему состоянию видно, что я засыпаю. Поэтому я приняла решение поехать домой. Сегодня я выполнила 13 заказов. И приложение показывает, что я заработала 2227 рублей. Но, ребят, по безналу у меня получилось около 1000 рублей. Вы не обращайте внимания, что здесь 2 на балансе. Это с прошлой смены. Плюс мне 650 рублей перевели. Вот мой подписчик, да, перевел на карту. И плюс у меня наличка 1100. То есть, получается, что по факту я заработала 2750. Проехала я 188 километров. Расход у меня всего 7,7. Ну и примерно с нашими ценами получилось где-то 700 рублей, да. И за 5 часов в воскресенье, в день ВДВ, в ночную смену, я заработала 2050 рублей. На самом деле, я даже удивлена, ребят. Ну, а на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Очень надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний видосик. А если он вам понравился, то прямо сейчас берем и ставим лайк. И, ребят, конечно же, пишите все, что вы думаете по поводу сегодняшней смены, по поводу каждого пассажира. И встретимся с вами в комментариях. Если вы не подписаны на мой канал, то прямо сейчас берем и подписываемся. И ставим колокольчик. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Там много всего интересного. Все, ребят, всех люблю. Пока-пока.